Болит грудь. Это нормально, если такое состояние возникает во время ПМС, беременности, грудного вскармливания. Но иногда грудь болит совсем по другим причинам. Насколько они опасны? Я сегодня в этом разберусь. Выясню, в каких случаях боль в груди возникает из-за приёма лекарств или физических нагрузок. Когда боль в груди – это признак серьёзных проблем со здоровьем? Как часто нужно проверяться у мамолога и что делать, чтобы защититься от рака груди? Сейчас узнаю. Живут Владимир Анатольевич, заведующий Центром мамологии и эндокринной хирургии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Владимир Анатольевич, здравствуйте. У нас сегодня тема про боль в женской груди. То есть это когда болит не сердце, а именно болит, собственно говоря, женская грудь. Какие вот есть причины боли в груди, которые можно отнести к разряду безопасных? Ну, наверное, самая частая причина – это боль в молочной железе перед менструациями. Боли могут быть во время овуляции у пациентки. Боли могут быть, в принципе, достаточно безопасные, связанные с какими-то кистами в молочной железе. Это тоже, в общем, боли безопасные, но не функциональные уже, а физические. Я бы, наверное, добавил из тех болей безопасных, о которых вы говорите, это боли, связанные с межрёберной невралгией, когда ущемляется один из нервов и когда тоже будут такие боли, отражённые или медицинский термин, там, ирадиирующие, то есть отдающие в молочную железу, и пациентка будет чувствовать боль в молочной железе. Наверное, наиболее часто и такие. Вот я читала, что некоторые лекарства тоже могут спровоцировать какие-то боли в груди. Вот что это за лекарства и почему они это делают? Слушайте, я прям вот не готов назвать список лекарств, которые вызывают боли в молочной железе. Есть просто ряд пищевых продуктов, которые могут провоцировать в том числе боли, но не лекарственные препараты. А что за продукты, интересно? Что за продукты? Удаление таких продуктов из рациона, как чай, кофе, шоколад, приводит к тому, что болевой синдром может уменьшаться. Ух ты, ничего себе. А есть ли какие-то опасные симптомы, на которые точно нужно обратить внимание, чтобы понять, что боль в груди – это уже такой тревожный звонок, и пора срочно бежать к врачу? Когда боль появилась, и она не проходит. То есть она не проходит день, два, три, она не связана с менструальным циклом. И если это боль локальная, если она в одном месте, если вы в этом месте, естественно, нащупали образование, то точно нужно идти к врачу и нужно обследоваться. О каких болезнях это может сигнализировать, кроме рака груди? Глобально болеть могут и доброкачественные образования. В основном это всё-таки кисты, плюс у женщин бывают воспалительные заболевания, бывают маститы. Собственно, уже дальше это злокачественные опухоли. Ну вот чего боятся все женщины – это рак груди. Момографию в рамках диспансеризации делают с 40 лет, если я не ошибаюсь. До этого делают УЗИ молочных желёз. Ну, насколько вообще информативно УЗИ? То есть не стоит ли нам мамографию делать лет с 30 хотя бы уже начинать? Или, может быть, кому-то стоит, а кому-то нет? Вот что тут делать? Если мы говорим о молодых пациентках, первое, с чего надо начать, это изучить свою генетику. И если там есть упоминание о том, что они в раннем возрасте, до 50 лет болели раком молочной железы, либо раком яичника, либо другими какими-то онкологическими заболеваниями, там вся онкология не заканчивается только молочной железой, то пойти к врачу клиническому генетику и всё ему это рассказать. И врач клинический генетик назначит оптимальный вариант обследования генетического на различные женские опухоли. У этих пациенток совсем другой режим наблюдения. Вообще, если пациентку ничего не беспокоит, ей до 40 лет, она раз в два года делает УЗИ молочных желёз и минимум раз в год показывается гинекологу. Этого считается достаточно при условии того, что у неё нет никакой предрасположенности к раку молочной железы, у неё нет никаких мутаций. Давайте поговорим про опасную боль и вообще про рак молочной железы. Собственно, в чём смысл? Для нас наиболее такая целевая аудитория – это женщины старше 50 лет. Женщины с 40 до 65 лет должны в два года до раза в год выполнять маммографию. Если бы все женщины Российской Федерации выполняли бы эту рекомендацию, то смертность снизилась бы на 50%. У нас в год 20 тысяч женщин умирают от рака молочной железы. Маммография – это единственный работающий скрининг, который реально позволяет нам выявить ранние формы рака молочной железы, когда опухоль до сантиметра, когда риск того, что женщина погибнет, минимальный, а риск того, что мы её вылечим полностью, максимальный. Обязательно делайте маммографию согласно диспансеризации. Это бесплатно, это доступно, это можно сделать в каждой московской больнице и поликлинике. Главное – было бы желание. Поэтому берегите себя, дорогие женщины. Владимир Анатольевич, спасибо вам большое. Будьте здоровы и делайте маммографию. Любите себя и свой город, москвичи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok